Девушки отдыхают Приветствую вас, дорогие братья и сестры, телезрители. С вами программа «На днях», ее постоянный ведущий Сергей Риховский. Мы говорим о важных событиях, которые происходят в христианском мире, в светском мире. И мы пытаемся понять, каково наше место во всем этом и наша реакция на все это. О чем молиться? «На днях» одна из самых известных российских газет. Опубликовала очень интересную статью, которая примерно начиналась следующими словами. «По Сахаре мечется смертельно раненый хищник. Его травят, но еще не затравили. И тут совершенно неожиданно полковнику Муамурух Каддафи, бывшему ливийскому льву, ставшему гиеной, предложили такую хату в Израиле. Израилетяне, нет, я нисколько не шучу, именно израилетяне, предложили бывшему лидеру Джамахерея, бывшему властителю Ливия. Внезапно, убежище, он сейчас на самом деле мечется, как загнанный зверь по всей Сахаре. Он ищет себе покоя. И вдруг оказалось, в неком прекрасном еврейском местечке в Израиле живет большая ливийская еврейская коммуна. Они все выходцы из Ливии. И там одна женщина, которая вдруг вспомнила, что полковник Каддафи является ее дальним родственником. То есть, другими словами, она приглашает его приехать в Израиль. И они, выходцы из Ливии, ливийские евреи готовы его защищать. Как оказалось, его женская линия, и она доказала это публично, на телевидении в Израиле, по женской линии он имеет отношение к еврейству. И мы знаем, согласно религиозных канонов, всякий, у кого по женской линии есть еврейская кровь, практически признается евреем. Конечно, это шок. Шок для арабского мира, прежде всего. Странно получается, оказывается, на протяжении десятилетий Джимахири, Ливии, нефтью, правил человек, у которого есть еврейская кровь. И сегодня он загнан в угол. То есть, другими словами, если поскрести многих ливийцев, поскрести многих арабов, можно там увидеть еврея. Если поскрести любого араба, любого мусульманина, можно доскрести до Авраама. Или другими словами, между Авраамом еще был период, то есть иудаизмом, и исламом был еще период, который назывался христианством. Там, на Ближнем Востоке, там, где живут арабы компактно, и которые в одночасье, на протяжении нескольких лет, приняли ислам. И у меня вопрос, а почему? Что случилось, что люди по крови евреи, они становятся руководителями крупнейших влиятельных арабских стран, и более того, они позиционируют себя, как террористы. Что случилось, если поскрести многих сегодня диктаторов, может быть, там тоже есть еврейская иная кровь. Что случилось? А может быть, стоит глубже поскрести, и, наконец, вернуться нам церкви оттуда, откуда мы не спали, и вспомнить, кто мы. Может быть, пришло время купить нам глазную мазь, как написано в Откровении, и помазать свои глаза, купить кое-что, и прочистить свой слух, и вспомнить, откуда мы не спали, где церковь потеряла на Ближнем Востоке, и в арабском мире свое влияние. И вспомнить, и вернуться к тому, нужно что-то поскрести, и я рад на самом деле, что некая еврейская женщина решила приютить этого диктатора. Кто-то скажет, мне, но он кровожаден, он столько пролил крови. Вы знаете, я помню, в истории был один человек, под названием Блудный Сын. Иисус о нем рассказал притчу, он все потерял, он все растерял, он вернулся к своему отцу, и отец принял его, и старший сын был недоволен. Я помню много историй, когда возвращались блудные дети, а апостол Павел, разве не такой же? Он столько крови христианской пролил, но однажды Иисус Христос сказал, Саввл, Саввл, что ты гонишь меня, теперь ты будешь апостолом. И ровно столько, сколько ты шел против меня, ты будешь за меня. Подумайте об этом, молитесь, братья и сестры, чтобы восстановить то, что дьявол однажды украл у церкви. С вами была программа «На днях», ее постоянный ведущий Сергей Риховский. Храните себя от идолов. Продолжение следует...